ну любая запись пошла камера работы хорошо итак мы начинаем следственный эксперимент по факту нарушение правил проведения миссионерской деятельности гражданкой ивановой музой георгиевны и так где вы читали эти ваши лекции здесь читали и что здесь вот да и в этом костюме просили чтоб все было как тогда вот все как тогда да 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 я помню я помню ну и о чем же это ваша лекция читать все целиком от начала до конца и и да 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 целиком от начала до конца но коротко давайте читайте название лекции о влиянии внешней физической позы на внутреннюю ведическую сущность йога это учение и метод управления психикой и физиологии человека целью которого является достижение ощущения отрешения от эмпирического я с его бесконечным цепью перерождений без этих ваших вот слов вот попроще попроще я могу показать ну давайте давайте все простите можно я буду трогать все извините люба снимай поза верблюда вот вот руки соединяются с ногами образует тело в одном и как вы видите образует замкнутый контур по которому начинают циркулировать энергии вверх а энергии не за что как бы в общей составляет как бы вот эту общую не фрагментированную картину нашего бытия и вот в этой вот на гармонической борьбе ну согласно учению да 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 все стоп я понял знаю у юрбиду два горба потому что жизнь борьба это я еще в школе милиции проходил на историческом материализме а это тоже что патриарх кирилл говорит вполне православным ну что дальше 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 поза плуга это вот так потом что еще поза ну что что поза царя рыб поза свечи а вот вам доступная ассана покажу вполне вот это поза поза мертвеца очень как бы наилучший как бы вариант наиболее удобный для настройки собственного духовного мира на контакт с тонкими телами кстати если вам интересно при усиленной практике данной позы были зафиксированы случаи когда тонкие тела настолько сильно входили в сознание что начинали оказывать действия на вечный материальный мир грубо говоря возникал даже эффект телекинеза передвижение предметов на расстоянии последствием мысли представляете а вот к этом месте поподробнее значит 150 килограммовые бетонные шары например 500 метров и на набережной 500 метров вы знаете бетонные шары я даже не знаю ну в качестве примера всегда приводили пиоры шка и сухой листок тут кришна мог бы сейчас я не думаю что кто-то вообще знаете камни это если честно не к нам это и скорее ислам или иудаизм либо нас это снимаешь вообще-то есть расследуем преступление а нарушение правил проведения миссионерской деятельности это уголовно наказуемо ну-ка соберись подождите как преступление в чем преступление ну как это в чем по моему понятно в чем в этой большой миссионерской деятельности собираетесь вот здесь вот говорите не пойми чего а мне между прочим потом доклады писать о раскрываемости мне начальство поголовки за это не погладит а у меня понимаете план план идет вроде по раз не сдал плану по начальству и между прочим за это ваше преступление штраф 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей как-то много 50 тысяч вы это все и него неправильно неважно что я вам сейчас здесь говорила это все можно стирать если ну я вам лучше помогу вам помощь нужна я вижу тогда я вас очень-очень-очень тиши 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 все ой прям вот зажаты я вижу ради и следствия конечно очень зажаты шея прям здесь вот я чувствую вот 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 он зажим вот он вот так самое лучшее что можно взять его современных практикующих йогов для настройки собственного тонкого тела дышали на контакт с толстыми телами российских чиновников так я попрошу вас не переходить на личность никаких личностей нет только астральные объекты то есть никаких личностей вот значит так расслабились глаза закрыли руки стряхнулись самая распространенная поза йоги миссионерская поза ноги чуть шире плеч расслабились дышим глубоко это поза наиболее удобно для подготовки себя к российской действительности и так полностью освобождаем сознание от собственных мыслей полностью освобождаем себя свой разум от собственной воли и принимаем в себя чужую волю она входит в нас входит в нас подождите что ли говорю ну что это то есть вот когда я занимаюсь дома этим то что я получается занимаюсь миссионерской деятельностью при этой духовной практике очень важно помнить что занимаясь как бы принимая эту позу не как хотите называете вы входите в непосредственный конфликт с российским законодательством так как начинаете волей-неволей пропагандировать самую распространенную российскую идеологию на день люба все простите пожалуйста у вас большая зарплата какая разница по какая разница штраф оплачивать же хватит люба люба все все превращаем съемку возникли новое обстоятельство нужно обратиться к специалистам и идеологическому идеологическому все мощь и люба ну не снимай меня жена жудеет а и и все и